Жители Тюменского микрорайона Тура возмущены. От полигона для вывоза снега близ озера Песьяное по округе распространяется ужасный запах. Территория превратилась в свалку, а стоки, по мнению граждан, загрязняют озеро. И эта ситуация по весне повторяется уже третий год подряд. Хотя полигон официальный и работает легально. В чем проблема и есть ли экологическая угроза, разбиралась Светлана Зорина. Вот это вот озеро Песьяное. Видите, как близко оно подходит к поселку. И вот все время из этого озера течет ручей, вот он, видно его, в Туру. Но когда вода разливается, вода наоборот идет из Туры в это озеро. Жители лесобазы знают все окрестности и во что весной превращается снежный полигон. С высокой точки открывается хорошая полная панорама полигона. Жаль только, что пейзаж не живописный. Отсюда видно, что Тура уже разливается и вода вплотную подходит к огромным кучам мусора. Третий год местные жалуются на запахи грязи. А главное, по их мнению, нечистоты попадают в озеро. Рыбу жалко. В прошлом году еще что-то половили, в этом году почти ничего. Чтобы разобраться в проблеме, мы позвали эколога. Под руководством Людмилы Михайловой возьмем образец снега. Снег уже такой, снижавшийся. Необходимо собрать половину ведерка. Экологи взяли проблему на карандаш. А пока выводы делать рано. Реально или в озеро Песьяное, или в Туру, то есть куда эти стоки попадают. Насколько эти стоки опасны, это они априори опасны. Потому что снег, который выпадает у нас на наши улицы, да, он загрязнен, это известно. В нем есть тяжелые металлы, в нем есть нефтепродукты, в нем есть бензопирин. Хозяева полигона считают, что беспокоиться не о чем. По их расчетам, стоки могут попасть только в Туру, но не в озеро. Строящаяся дорога. Барьер для ручьев. Крутовые воды, они через почву все равно попадают в реку. Но они уже попадают и чищены. Администрация принимает все меры для того, чтобы изыскать деньги и сделать полигон, значит, оболовку и так дальше со стороны хотя бы вот этой проезжей части. Ориентированная сумма, да, это считал департамент, это около 500 миллионов. В этой проблеме точка не поставлена. Нужно дождаться анализов снега, а когда сойдет лед, взять на пробу воду из Песьянова. И, конечно, полную картину покажет половодье Туры. Светлана Зорина, Александр Вележанин и Дмитрий Кондратенко. Тюменское время.